Детальнее эту тему обсудим с нашим гостем Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины, присоединяется к нашему эфиру. Андрей Анатольевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, Индия не хочет покупать подсанкционный товар. Арктик ЛНГ-2 для нее закрыт. Это ее собственное решение. Ну вот, как известно, каждая страна прежде всего ставит во главу собственные интересы. Если не российский СПГ, то чей? Ну, давайте так. Тут уже, наверное, есть некоторые симметричные вещи. Во-первых, надо понимать, что, вы правильно подводки заметили, Англия серьезно взялась за СПГ и за Россию. А взялась она серьезно по одной простой причине, что есть лондонская биржа, есть акции, есть целый пласт инвесторов, благосостояние которых зиждется на соблюдении экономического законодательства по всему миру. И когда Россия берет и такую компанию, как Линдегаз, берет и посылает на три буквы, когда начинает монокировать соглашениями, связанные с патентами, с соблюдением того, что нельзя использовать чужие технологии, это не понравится английским инвесторам и не понравится людям, которые занимаются большими деньгами. А Индия в последнее время стала местом, новым местом силы в Азии, где Англия размещает свои учебные центры, передает свои технологии, учит новых инженеров и так далее. И, извините, Индии нужно тут определяться или получать технологии современной всего мира, осуществлять вот тот прорыв, который сейчас им дарит Великая Британия и ее сателлиты, или же погнаться за дешевым рублем в самом прямом смысле этого слова. Есть вероятность того, что Российская Федерация для того, чтобы, конечно же, обходить санкции, будет задействовать страны-партнеры. Казахстан, к примеру, этот же СПГ может идти в Индию, ну, просто уже под казахскими документами. Дело в том, что СПГ – это все-таки морская история. А вот это все-таки морская история, это альтернатива трубопроводному транспорту. Тут больше интересен такой момент, что сам Казахстан ищет выходы на моря, ищет выходы для своего газа, пытается выстроить какие-то взаимоотношения. Но вот в течение последнего месяца перегруженный завод СПГ, который был загружен миллионами кубомических метров ожиженного газа, блуждал между Белым Северным и Баренцевым морем, и пытался каким-то образом Балтийским морем, да, то есть сдать и Балтийское море. Но ему так это и не дали. Вот. То есть вот интересные такие моменты, когда подключались уже и экологические активисты, которые говорили о том, что судно не сертифицировано, вот подключались уже и страховые компании. Ну, так из российской части Северно-Ледовитого океана СПГ так и не вышел. Вот. Нельзя сказать о том, что российское СПГ не продается. Он продается, вот, но сказать ли, получает ли Россия от него прибыль, как вот, и будет ли она получать уже в следующем году, это неизвестно. Потому что есть такой простой момент, что считается, вот, экспертами, что те суда, которые вышли все-таки из России с жиженным природным газом, это суда, которые отдавали долги инвесторам в проекте СПГ. То есть китайским инвесторам, там, некоторым европейским инвесторам. И Россия с этого вообще ничего особо не заработала. Вот такая информация на данный момент. Вы упомянули Великобританию, которая вот во главе Европы всей стоит в плане санкционной политики против России. Очередной ее, так сказать, атака на 10 судов из так называемого теневого флота. Вот, как вы говорите, за СПГ Россия мало что может поиметь. А вот теневой флот, нефтяной я имею в виду, достаточно весомую часть занимает вот в этом нелегальном экспорте. Вот, может ли пример Британии стать для всех примеров, чтобы вот именно этот сегмент российской теневой экономики можно было каким-то образом прикрыть? Вы знаете, как я уже говорил, что самая лучшая санкция это снижение цены на нефть. И тут такая ситуация, что сейчас Великобритания наказывает те компании, которые задним числом наказывают. Почему? Потому что, в принципе, цена на нефть достаточно упала. А вот на данный момент она упала ниже ценового потолка. И значит торговать российской нефтью ничего тебе не мешает. Но тут возник один такой простой вопрос. Дело в том, что раньше Роснефть торговала нефтью по всему миру напрямую. После того, как появились санкции и нужно было их обходить, выстроился ряд посредников, которых они кормили, этих посредников. И эти посредники были заинтересованы. Вот тут обратите внимание, важный момент. Тут такой получился сетевой маркетинг, когда посредники заинтересованы в том, чтобы получать нефть и продавать эту нефть. То есть они толкали своих, ну там, некоторые трейдеры в ущерб продажи других сортов нефти или из других стран они толкали эту нефть, потому что они получали там хорошую маржу. Но еще один такой интересный момент. Зная, как это все происходит в России, я знаю о том, что с каждого посредника имелась МЗДА, то есть которая оставалась где-нибудь там для агентов Кремля за рубежом, или возвращалась, как это три раза уже происходило в этом году, в бюджет Газпрома тоже происходило, когда эти вещи вдруг неожиданно в Газпроме возникали какие-то деньги, которые поступали из-за рубежа, но не были от продажи газа. Естественно, они были от продажи нефти и никуда деваться. И тут возникает один такой вопрос. Нефть проваливается ниже 60 долларов, она уже не подсанкционная, но при этом ветка этих посредников продолжает действовать и люди получают взятки. Кто недополучит в этом случае денег? Остается один ответ. Мород России, то есть российский бюджет. И тут сложилась прекрасная ситуация, когда ситуация, когда эта нефть уже стоит по 57 долларов, а цепочка посредников, включая из себя 15-17 долларов, как это было оценено полтора года назад, ну, в эту сумму лету даже, уже два года назад в эту сумму была оценена. И после этого еще даже в России было принято решение о том, что вот мы вам разрешаем 15-долларовый дисконт к бренду, то есть на вот этих всех посредников, а дальше вы уже сами разбирайтесь. То есть это даже законодательно было оценено. То есть, считайте себе, уже 57 долларов минус 15-17. Ну, это же уже очень хорошо, это уже 40 баксов. А 40 баксов – это нижняя себестоимость добычи нефти в России. Ну, прекрасный вид. А что же тогда говорить, если с декабря, да, вот как Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти, тогда о каких ценах можно будет говорить и о каких потерях Российской Федерации? Я жду и мечтаю в то момент, когда российская нефть опустится до 47 долларов, и тогда мы можем с этого момента по минутам рассчитывать крах российской экономики. И, как я уже говорил вашим коллегам, то есть будет Киевский вокзал, на котором в свое время люди, которые приезжали из Украины, продавали хлеб и сало, и получали огромное количество российских фантиков. То есть вот нефть в обмен на продовольствие уже приближается с вот этими вещами. Кстати, происходит какой-то исторический анекдот. В свое время Саудовская Аравия утопила Советский Союз, тем, что слишком долго ждала, когда цена вернется назад, а потом очень резко вылила огромное количество нефти на рынок. Сейчас ситуация помягче, потому что, видите, Саудовская Аравия решила не дожидаться момента, когда она потеряет рынок. И тут еще интересный момент. Дело в том, что россияне сами спровоцировали Саудовскую Аравию. Дело в том, что когда их нефть опустилась ниже 60 долларов, стала продаваться там в Порту Новороссийской по 57,8, да, там или там, ну, ниже, грубо говоря. Они что сделали? Они первым, что сделали, это продали часть нефти клиентам, которые раньше были у Саудитов. И Саудиты почувствовали, что не теряют часть европейского рынка из-за того, что нефть вышла из-под санкций. Вот. И вначале они сказали о том, что они на следующий год переносят увеличение добычи. Они же должны были с 1 октября начать завтрашнего дня увеличивать добычу. Вот. Но они подвинули вначале на следующий год. Но после того, как увидели, как россияне захватывают их рынок, вот, они взвинули на 1 декабря. Как теперь будут складываться, и вообще, в принципе, как вы оцениваете взаимоотношения энергетические, я имею в виду, с Китаем? Потому что мы уже замечаем в последнее время, что как-то политическая конъюнктура и энергетическое взаимоотношения в Китае и России, они как-то разнятся. И вот летом китайская компания, строившая модули для российского газового проекта Arctic LNG-2, объявила о немедленном прекращении сотрудничества с Россией. Судостроительный завод Жоушан, выполнявший подряды для Arctic LNG-2, выставили на продажу даже. И свое решение компания объяснила заботой о собственном стратегическом будущем, но объявила о нем после того, как США ввели новый пакет ограничений в отношении российского сектора производства жиженого природного газа. Такое вот совпадение. Как вы оцениваете, что это будет значить и для российского рынка в том числе? Ну давайте разделим. Первое. Вот эта история с выходом китайцев в СПГ, это та же история, как и выходы Индии с СПГ. То есть китайцы после войны, которую устроил им Трамп в свое время, очень строго следят за выполнением патентного законодательства. И вот эта летняя история с Линдой ГАЗ, вот она привела к тому, что было просто объявлено с аксами, что, ребята, или вы соблюдаете патентное законодательство, или вы просто будете отлучены от технологии. Мы вас от микрочипов с 2018 года уже отлучили. Вы получили этот момент? Нет, уже 6 лет прошло, вы никак не можете производство микрочипов наладить, да, там, на Тайване зазихаете. Вот, но вот, а что же делать дальше с остальными технологиями? Поэтому вот этот момент остановился. Второй момент. Все зависит от того, будет ли Китай вступать в войну. Я считаю, что маленькая войнушка какая-то может быть у Китая, но небольшая это точно. Почему? Потому что запасы Соединенных Штатов Америки по нефти и нефтепродуктам самые низкие за последние 5 лет. И это говорит о том, что Америка не настроена воевать. Значит, никакой большой континентальной войны сейчас Китай устраивать не будет. А если он не будет устраивать большую континентальную войну, не знаю, может, он на остров-то нападет, это на малый Китай. Но большой какой-то сухопутной войны точно не предусматривается. А раз она не предусматривается, значит, зачем Китаю очень дорого наполнять свой стратегический резерв нефти. А если он не собирается наполнять свой стратегический резерв нефти, то спаси российскую нефть не может вообще ничто. Разве что статы, которые потихонечку начнут свой резерв наполнять, то они в первую очередь будут покупать свою американскую нефть, наверное. Такая интересная картина получается. Буквально вот перед вами в нашем эфире была российский правозащитник. Она сказала, что после победы Украины и забедневшей России именно в Украину хлынет поток дешевой трудовой силы из Центральной Азии. Тут еще добавляем россиян на Киевском вокзале, покупающих украинское сало. Но давайте поговорим о том, как Россию еще можно доходов от трубопроводного газа лишить. Вот как раз по поводу выходов к морю. Вот говорят, что Австрия, Венгрия, Словакия, мол, зависимы от российского трубопроводного газа, вот именно потому, что они не могут СПГ получать, который в основном по морю идет. Вот так ли это? Или это все-таки политические вопросы? Европа все-таки может помочь Австрии, Венгрии, Словакии с газом, чтобы уже окончательно отказаться от трубопроводов? Или здесь более сложная схема? Здесь очень простая схема. Когда вспомнилась предыдущая схема безопасности мира, вот был установлен ряд нейтральных стран, которые разделила Европу не только на западную и восточную, но и на северную и южную. То есть было вклинение в виде Словакии, Австрии, Венгрии и Швейцарии, которая, по сути дела, разделяла Европу на восточную часть Европы и центральную на две половины. Вот. И это энергетически тоже было... Вот из-за вот этого разделения мы получили и энергетическое разделение. То есть Россия тут умудрялась у двух маток сосать, то есть она умудрялась и на центральную Европу, и на Германию поставлять через Украину и Север, и другим потоком она поставляла это на Южную Европу, туда на законцовки. То есть ей было очень выгодно то, что между двумя странами, которые там через Альпы объединяются, нет совершенно там ни электрических потоков, ни нефтяных и так далее и тому подобное, потому что эти страны вроде бы как были нейтральны. Но вот эту нейтральность мы сейчас с вами наблюдаем в действиях Орбана, в действиях посипак из Австрии, в действиях посипак из Швейцарии. Вот это та нейтральность, которая на самом деле была вскормлена огромнейшими советскими нефтяными рублями, нефтяными рублями и газовыми рублями. То есть и зависимости физической уже давным-давно нет. В каждой стране предложена альтернатива. В Венгрии через Хорватию, а вот там всем остальным как угодно. То есть есть уже потоки как с юга, так и с севера. Пожалуйста, пользуйтесь, есть СПГ суда, которые вам дают возможность вот это все позаменять. Это и Словакия касается, и всем кому угодно. А вот из тех, которые сейчас спорят. Ну а Швейцария, естественно, она спит, видит, как бы вернуться к тем временам, когда Россия снова будет анонимно оставлять, анонимно считаю очень дорогие в обслуживании, оставлять огромное количество своих нефтяных и газовых рублей, долларов, евро в швейцарских банках. Швейцарские банки обанкротились, реструктуризировались после начала войны. Вот так же, как обанкротились многие австрийские банки. Андрей Анатольевич, у нас буквально вот уже 9 часов и минута молчания впереди. Спасибо вам огромное, что нашли время для нас. Напомню нашим зрителям Андрей Закревский, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины. Продолжение следует...